Музеи Казанского федерального университета присоединились к всероссийской акции «Университетские музеи детям». В этот день музеи ведущих российских университетов были открыты со специальной программой, в которой смогли принять участие дети и их родители. Когда мы проводим такие акции, мы стараемся показать, продемонстрировать людям всю палитру занятий с детьми, которые мы разработали и которые мы реализуем. В рамках акции состоялись тематические экскурсии, игры, музейные занятия, квесты и мастер-классы. В музее и лаборатории имени Завойского прошла тематическая экскурсия «Экспериментатор». В зоологическом музее и гербарии имени Версмана прошла интерактивная экскурсия «Животные большие и маленькие» и мастер-класс «Жители подводного мира». В музее Казанской химической школы прошло семейное занятие «Гори свеча». Посетители узнали про вещества, которые используют для получения свечей, познакомились с их химическим составом и свойствами, а также научились самостоятельно делать свечи. В музее имени Лабачевского прошло занятие «Сила магнетизма». На нем каждый ребенок смог самостоятельно провести физические опыты с магнитом. У нас было занятие под названием «Сила магнетизма», где дети в такой игровой форме, играя с обычными магнитами, с булавками, железками, знакомились с довольно неоднозначной в плане ее изучения, но тем не менее очень важная тема, как магнетизм. В заключении акции «Университетский музей детям» прошел концерт в Музее истории Казанского федерального университета. В нем приняли участие ученики Казанской государственной консерватории. Отметим, что в 2020 году акция «Университетский музей детям» была поддержана Российским комитетом Международного союза музеев. Благодаря этому акция обрела всероссийский статус, и в ней приняли участие 19 музеев 9 вузов Российской Федерации. Эльвира Зорина, Лев Халиулин, Универньюс.